Теперь о главной новости в отношениях США, России и Украины. Поздно вечером в пятницу Госдеп США сообщил, что Белый дом одобрил поставки Киеву летальных оборонительных вооружений, включая противотанковые комплексы «Дживелин». Решение Вашингтона вызвало ожидаемо резкую реакцию Москвы. Александр Яневский с подробностями. В пятницу вечером США объявили, что предоставят Украине усиленные оборонительные возможности. Мнения экспертов разделились. Так, профессор университета Джордж Тауна Чарльз Купчан считает, что это приведет к эскалации конфликта и к расколу с европейскими союзниками США, Германии и Франции, занимающими ведущую роль в политическом урегулировании конфликта. Об этом он заявил на страницах влиятельной американской газеты «Вашингтон-Пост». Украинские эксперты заявляют, что такой шаг Дональда Трампа изменяет роль США в этом конфликте. Вашингтон утрачивает роль независимого посредника. Эскалации конфликта, о чем заявили в Кремле, не произойдет. Передача оружия является актом внешней политики, актом стратегии. В Кремле боялись не столько военных последствий, поскольку Россия сохраняет доминирование в так называемой эскалации конфликта, сколько политических и стратегических последствий. Гораздо более важным шагом является передача снайперских винтовок. Именно их получение может оказать эффект на военную ситуацию. В специальном заявлении, выпущенном в пятницу, Госдепартамент США сообщил, что решения о расширении военно-технического сотрудничества полностью соответствуют политике оказания помощи Украине в создании долговременных оборонительных возможностей для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. В заявлении также подчеркивается, что помощь США является полностью оборонительной по своей сути. Как уточнил телеканал ABC, общий объем помощи составит 47 миллионов долларов и в том числе будет включать в себя поставку 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Решение о предоставлении Украине противотанковых вооружений появилось на следующий день после того, как лидеры Европейского Союза договорились продлить жесткие экономические санкции против Москвы и через неделю после того, как Канада санкционировала поставки Украине автоматического оружия.